Добрый день! Здравствуйте! Продолжается программа «Дневной разворот» в Кирове, в студии Елена Вченикова, Владимир Сметанин. Здравствуйте! Отдохнули? Нет, всё-таки не отдыхали. Да, закончился перерыв, мы снова в эфире, мы работаем темой, которая заинтересовала очень многих, потому что достаточно спорная и интересная тема. Мы сегодня говорим о том, что на прошлой неделе, где мои очки, я сейчас это прочитаю, комиссия преимущества Кировской области, городской думы, голосами представителей партии «Единая Россия» решила поддержать инициативу городского отделения общественной организации инвалидов войн и военных конфликтов. Собственно говоря, вот, да, то есть разговор идёт о передаче в безвозмездное пользование порядка трёх тысяч квадратных метров на Волково-1, Чапаево-2, Карла Липнихта-120. И у депутатов другого толка, я бы сказала, оппозиционных партий возникли вопросы. Почему? Почему такой подарок на 25 лет? Мы пытаемся разобраться в этой теме, и нам сегодня помогают... Наши гости Иван Литвинов, председатель правления Кировской областной общественной организации, общероссийская общественная организация инвалидов войны в Афганистане. Ещё раз, добрый день. Добрый день. Депутат Кировской городской думы фракции «Справедливая Россия» Антон Русских у нас в студии. У Антона Михайловича Русских были вопросы, и мы, собственно говоря, пригласили его, может, действительно, в качестве здесь оппозиционера, потому что хотим услышать вопросы, которые задаются людьми на городской думе. Почему передаётся? Почему такие подарки? И, естественно, от Ивана Борисовича мы хотим услышать ответ, потому что, да? Ну что ж, давайте мы продолжаем разбираться. И напоминаю, что у нас телефон 708-502 в начале прошлого часа. Я предлагала ветеранам и инвалидам афганской и прочих войн позвоните нам, пожалуйста, и расскажите о том, насколько вы сталкивались с тем, что вам стремятся помогать, вам помогают, в какие суммы это выливается и так далее. К сожалению, в первом часе мы не услышали ни одного звонка, и я сидела размышлял на тему, почему нам никто не звонит. То, что нас не слушают афганцы, маловероятно слушают. То, что не слушают родственники, тоже маловероятно. У меня есть два предположения. Если вам нечего сказать, потому что вам реально и действительно помогает, позвоните и расскажите, мы услышим, как вам помогает. А если вам не помогает, и вы не хотите ссориться с кем-то, ну, бог вам судья. Тема достаточно острая, потому что сегодня мы говорим о том, что при передаче таких помещений сроком на 25 лет, на мой взгляд, на мой взгляд, да, бюджет нашего города теряет более чем приличные деньги. Счет идет на миллионы рублей. Ну что ж, давайте разбираться. Итак, значит, мы остановились. Да, у нас был звонок. Мы разговаривали с Валерием Николаевичем Турулой. Это бывший депутат городской думы. Сейчас он депутат законодательного собрания. И Валерий Николаевич высказал свою точку зрения. Он сказал, что 15 лет уже помещение передавалось общественной организации, что бизнес уже действительно налажен. Ну, а теперь можно бы, собственно говоря, уже передавать на обычных условиях. Если бизнес развит, то уже можно, собственно говоря, и поставить не в одну строку со всеми арендодателями, со всеми арендаторами, но как бы хотя бы на льготных условиях, но что-то отдавать, чтобы бюджет тоже имел. Это было мнение депутата законодательного собрания. Ну что ж, у меня вопрос к Антону Михайловичу Русских. Антон Михайлович, я прервала вас на теме, когда мы говорили о деньгах, которые, собственно говоря, недополучает городской бюджет, отдавая такое количество помещений в аренду. Безвозмездное пользование. Безвозмездное пользование, да. То есть, если бы оно было возмездное, мы посмотрели, ну, как утверждает Иван Борисович, 180 тысяч в месяц с помещения на Чапаева-2, там, где находится Ивушка. Ну, умножим, да? То есть, 2 миллиона было бы в год. Ну, вопрос заключается в том, что, если там... Мы не будем спорить, что цена, на мой взгляд, несколько больше, чем 100 рублей за квадрат. Все-таки центрового помещения на первой линии. Ну, не будем спорить, мы договорились. Так, что... Большой или маленький рубль, он все равно там бюджетный, соответственно, он там общий рубль. И, там, граждане, и депутаты городской думы должны знать, на что эти деньги потрачены. Если эта отчетность будет предоставлена, если она будет, там, удовлетворять всех, то, наверное, как бы можно, там, рассуждать о продлении этого безвозмездного договора. Но возникает вопрос, там, по Карлу Лебниксу-120, где сидит абсолютно коммерческая организация. Я уже говорил о том, что... Давайте разберемся. Мы говорим об Аграме-345. Это коммерческая организация, учредителем которой является общественной организацией инвалидов, да, насколько я понимаю? Иван Борисович. Вы же учредили, да? Не, не мы, а вот... Если можно, поближе к микрофону. Поближе к микрофону, пожалуйста. Это организация, которую называли там воины военных конфликтов, инвалидская организация. Это-то совсем другая организация. Да, ну, другая организация, параллельная. Тут даже среди общественных организаций афганцев существует несколько организаций. Да, ну, две, малинские две, да. Две, ну, две организации. Соответственно, там, вот, нет, если бы она, хотя бы там была одна областная, и все помещения передавались там одной областной. Нет, Антон, давай я объясню сейчас по поводу этой организации. Значит, вот наша организация, эта областная, да, которая возглавляет, Кислицын возглавляет, она сейчас аббревиатура сейчас приведена, соответственно, возглавляет городское наше отделение. То есть это отдельное юрлиционное, но городское отделение, да. Понятно. То есть вопрос заключается... То есть учредитель Баграма городское отделение областной общественной организации. Причем, как бы, Баграм-345, это абсолютно коммерческая организация, которая занимается поставкой топлива, топлива. Начиная от древесины и заканчивая каменный уголь, топ и так далее. Это организация точно в состоянии платить арендную ставку, там, муниципальную. Соответственно, там, по Карлу Лемикса 120, там, это никакого отношения, там, к афганцам не имеет. Я спрашивала, то есть на Карлу Лемикса сидят люди, это бухгалтерия, это люди, которые занимаются там, да, понятно. Бумажная работа. Бумажная работа, да. А где они должны сидеть? Ничего, подождите. Нет, условно сидеть они где-то должны. Где должны, несомненно. Да любая организация, на Камерской, на Карле. Есть бухгалтерия, есть какие-то делопроизводители, где они должны сидеть. Нет, правильно. Подождите, а к вам-то, Баграм-то и вот это вот то, что их общатывают? Говорите, там сидят люди. Так у нас вот тоже в организации, у нас центр реабилитации, у нас сидят бухгалтера, у нас сидят главный бухгалтер, сидит юрист. А где им сидеть-то? Или мы говорим, что там должны сидеть только руководители? Вопрос заключается в том, что Баграм-345 Там самодостаточная организация У которой есть деньги Там же договор заключен Не на Баграм-345 А на кого? Там заключено это городское отделение А сидит Баграм То есть вывеска висит только одного Баграма На центральном входе всего одна вывеска Давайте я скажу про Баграм-345 Павел Михайлович Кислицын Десантник легендарного 345 полка Где он может Он везде лепит Баграм-345 это воспоминания о молодости То есть там офиса Баграма-345 нету? Там офиса нету Потому что Баграм-345 занимается каким-то углем И находится где-то в Коминтерне И там люди сидят А что там находится на Карла Липнихта-120? Там находится офис общественной организации Которая ведет прием Ну под вывеской Баграм-345 Ну и вот знаете он как бы Везде пишет этот Баграм-345 У него юридический адрес даже этот То есть у всех там если мы возьмем Как бы фирмены были Баграм-345 То есть везде идет адрес юридический Юридический адрес Карла Липнихта-120 Другого помещения на Карла Липнихта-120 нету Как бы может быть конечно Господин Кислицын ошибся Как бы повесил не у того входа Как бы вывеску Но там другого помещения там нет То есть Вот взял договор в городе И посмотрел с кем заключен договор Потом придите к Кислицыну И скажите А почему у тебя там Баграм-345 Нет Подождите А почему я Нас спрашиваю Тебе не общественная Областная организация А почему собственно говоря Павел Кислицын Ваш трафарет висит Над нашими дверями Объясните мне пожалуйста Ведь люди туда идут И тем более Это юридический адрес фирмы Очень забавно То есть Почему это Почему это вот мы Зададим Лена Зададим Зададим И скажу чтобы снял Не висело там ничего В процессе эфира Сейчас мы такое ощущение А может быть Действительно там и находится Баграм-345 Потому что туда собственно говоря Все и адресуются И телефоны извините Тоже работают Именно указанные По этому же юридическому адресу Отключим телефоны Сегодня же То есть вопрос заключается То есть достаточно было Привести одного эфира Чтобы Все и закроем Вообще организацию И кислисы Посадим Лена давайте Вот как бы Давайте ближе к теме Вот я понял Претензии Антона Вот первый раз Прозвучала реальную Вы пытаетесь юродствовать Я юродствую Потому что Вы всю передачу Какую-то юродствуете Вы пригласили Меня спросить Почему 25 лет Почему 25 лет Почему 25 Вы не спрашиваете Почему 25 лет Или вы оттягиваете Чтобы я не ответил Почему на 25 лет И безвозмездно И может я Вы не хотите услышать Так если вы сейчас Мне ответите Так мы наверное И услышим Потому что У вас очень длительные Экскурсы А вы знаете Этот вопрос Он не на поверхности Это не то Что я пришел И я хочу А я хочу вам сказать О том Что есть государственная программа Которую поддерживает И развивал Владимир Владимирович Путин Будучи Премьер-министром И теперь президентом О поддержке Социально значимых Некоменческих организаций А почему безвозмездно Да потому что 27 июля Вышел закон Который предписывает Ну не предписывает А предлагает И создает условия О том что городским Муниципальным Областным властям Этим организациям Инвалидским Инвалидским Передавать это В безвозмездное Пользование Все условия Есть Потом мы приходим И говорим Дайте Вы нам говорите Давайте мы будем Мы будем Значит Заниматься подсчетами Да приходите И занимайтесь подсчетами Никто Значит Никто Минуточку Антон Михайлович Вам слово Я бы на самом деле Тоже очень хотел Вас слышать Почему 25 Не 5 Не 10 Да давайте Я объясню Давайте Вы уже сказали Путинский указ Мы это уже слышали Давайте Лена Давайте Я вам все расскажу Что вам все понятно Давайте по 25 годам Просто мне тоже Как бы Тем более Депутат Который должен знать закон И все У нас действует с вами В стране 131 закон Местного самоуправления Который был принят В первом чтении В 99 году А утвержден В 2003 году И все это Прекрасно знают По этому закону Все непрофильные активы Городские власти Областные власти Государственные власти Должны были До 10 года Выставить на торги И продать Понимаете И мы пришли К Владимиру Владимировичу Путину У нас Руководители московские Постоянно проводили С ним совещания Он дал указание Что Чтобы не нарушать 131 закон Разработать методы При которых Данные Данные площади То есть Те помещения Которые занимают Сейчас инвалидские организации Вот эти помещения Могли быть Не выставлены На торги И там Могли находиться Эти инвалидские организации Пока не существуют Или пока не занимаются Этим бизнесом Вот я Это короткий экскурс Это что значит Это значит то Что Президент говорит Давайте не будем Ничего менять Законодательство Но сделаем Вот эти договора Я привел вам Два документа 40 закон И тот Который 27 июля Вышел По которому Создается ситуация При котором Можно это на 25 Получить Еще один важный момент Подождите Еще один важный момент Который все Не хотят Обращать на это Внимание Перед тем Чтобы вообще Что-то получить Надо пройти Антимонопольный комитет Вот я вам говорю Что мы Выносили В прошлый раз Полтора года назад Это на Антимонопольный комитет Который с нас Собирает вот такую Диссертацию Куда мы тратим деньги Кому мы оказываем Помощь Я вам честно скажу Они делают вывод О том Что это социально Значимая организация И ей можно Какую-то преференцию Дать Так вот этот договор Безвозмездного На 25 лет Антон должен Это прекрасно Представлять Почему не 5 То есть Если было бы 5 Значит Если 5 Вот давайте там Если 5 И не меняем 131 закон Приходит Я не знаю Ну любой коммерсант И говорит Я хочу выкупить Это здание И он имеет право На это Он приходит И говорит Я хочу выкупить А ему говорят А там есть обременение Там люди сидят Они вот 5 лет Безвозмездно Он говорит А я подожду И через 5 лет Он выкидывает Оттуда людей И все А если 25 лет Никто не придет Решение по продаже Принимает точно так же Решение по продаже Принимает Кировская городская дума Иван Борисович Скажите пожалуйста Вы не дама И имея право Задать вопрос Через 25 лет Вам сколько будет Значит я Почему 25 лет Лена Всем понятно Сколько нам будет лет Да может быть Этот бизнес Для нас Вы когда Ответите Хотя бы на один Мой вопрос Через 25 лет Через 25 лет Вам сколько будет Хотя бы примерно Больше 70 Ну мне будет 75 75 лет Я даже это Вы меня смутили Вы будете Все еще у дел Вы знаете Когда договор Заключается На 25 лет Это не факт Что мы возьмем И прервем Через 5 лет Или через 3 года Или через 10 лет То есть это Это ваше право Да это наше право Согласно законодательству Скажите пожалуйста У меня к вам вопрос В 10 году Когда помещение На Волково 1 И так далее Они были Вошли в планы Приватизации А потом это не получилось Я давайте объясню Вы меня Вы меня Просили Говорить о скандале Там скандал некий был Когда Были они вставлены В планы приватизации Вдруг выяснилось Что помещения Внесены в качестве Залога в ипотеку Расскажите пожалуйста Это что было Как вам удалось Или это тоже Баграмм Это не мое предприятие Я за него отвечать не хочу Единственное Что Это Знаете Это единственная попытка Была выкупа Понимая Что как бы Ну реально Денег нет Да Там потом Ставили Все-таки попытка выкупа была Мы услышали Она как бы была Да Еще к вам вопрос Скажите пожалуйста Так за что вы отвечаете Вот вы Иван Борисович Литвинов Вы отвечаете Только за Чапаева 2 Выходит А все остальное Мы на Кислицына переводим Вы можете пригласить Кислицына Задать вопрос ему А мы приглашали Не пришел Ну он приехал Он ехал до 6 августа Точно так же Как ставлю в известности Наших радиослушателей Ни один из тех депутатов Который на рабочей комиссии Проголосовал За 25-летнюю передачу Безвозмездное пользование Точно так же Отказались прийти К нам на эфир Потому что Я полагаю Собственно говоря Им был задан один вопрос Почему принято такое решение Можно ли я Я так понимаю Что ни один из депутатов Не нашел в себе силы И возможности ответить Почему он Проголосовал За 25-летнюю передачу Нам посоветовали Дождаться заседание 29 декабря 29 августа Как показывает Мой малюсенький опыт Он показывает Что если 29-го Будет принято То уже бодаться Будет не о чем Собственно говоря Уже уйдет на 25 лет Можно я Защиту депутатов Единороссов А что это они сами Не ну вот вы Не пришли Они боятся Честное слово А я сам единорос Участвовал даже В создании партии Одно время Я вам знаете Что хочу сказать Почему они голосуют так Потому что вся работа Вот по этим Законодательным актам Про которые я вам говорил Она велась В Государственной Думе Она велась В консультации Здесь Единая Россия Которая у нас На Дрилевском По-моему да На Дериндеево На Дериндеево То есть я хочу вам сказать Что как бы Люди в теме Как бы да Вот с этих законодательных актов Единственное я говорю Что если депутат Так в теме так говори Понятно спасибо Мы услышали вашу защиту Ну что ж Антон Михайлович Я к вам вопрос Выходите Единственные тут защитники Что-то собственно говоря Вы пендриваете Если вы позволю себе Такое слово Против решений Президента нашего Который вот велел И вы тут что-то Это самое вот один Собственно президент То сказал отдать А вы что-то не согласны Что же не согласны Обозначьте свое Не надо президента обижать Он не может сказать отдать Он может рекомендовать Но президент рекомендует Это надо думать Вы понимаете У нас общественных организаций При всем уважении Очень много Очень много Если мы каждой организации Будем отдавать По 3000 квадратных метров Бесплатно То в горе В этом муниципалитете Бюджет будет дырявый И еще не контролировать Давайте уточним Он будет еще сильнее Дырявее Сейчас тоже не все так хорошо То есть Иван Борисович Не может ответить Например за Волкова 1 Или за Карл Лимиса 120 И точно так же Если Кислицыну зададим вопрос То Кислицын не сможет ответить За ЧПО 2 Ну это две разные Не подождите Мне непонятно Так давайте все-таки уточним Депутаты 29-го Будут голосовать за что За то Чтобы передать Областной Общественной организации Ветеранов и инвалидов Это ЧПО 2 И за то Чтобы городской Которая собственно говоря Представлена У нас сегодня Совершенно коммерческая Организация Баграм 345 И еще два помещения На Волкова 1 И на Карл Лимиса 120 Я правильно понимаю Идет разделение событий Это не одно Массированное действие В адрес общественной организации А это вот Значит Областной общественной организации Значит вот кусочек на ЧПО А городской общественной организации Структурного подразделения Живашей общественной организации При этом имеющий свой Юридический статус Им значит дается другое А я еще предлагаю Ветеранам войны Великой Отечественной войны Передать гостиницу Вятку безвозмездно Общественного Я тоже А нет Есть еще общественная организация Комитет солдатских матерей Которые реально Четко и внятно И десятки матерей Им благодарны И кланяются в поезд За то что они Уберегли их детей Там ведется гигантская работа Я знаю как они сидят На чужих половицах И у них нет Даже своего компьютера Несмотря на это Без копейки денег Без ничего Они ездят за свой счет По воинским частям И оказывают реальную помощь Лена Вы сидите и говорите А давайте мы Отдадим тому Да он пойдет что ли Брать Может у него ума нет И бизнеса нет Что он будет как бы брать Я вам честно скажу Вот есть депутат Городской думы Есть городская дума Мы пришли Вы должны сами оценить Не даете мне сказать Я же сказал что Начиная с 2000 года Вот вы хотите все Узнать материальную помощь Мы посчитали По рыночным ценам Мы строили дома Мы покупали машины Можно уточниться По адресам По фамилиям Слушай Что я по адресам Вы приходите Я вам дам и адреса И фамилию Что я сейчас Папку что ли С этими документами Что ли Мы все время Как раз вот это и хотели Вы всегда в курсе Вы же как бы Должны знать Что когда сдали Ленина 102 В 30 квартир Вы передали В собственность городу А город по ордерам Выдал эти квартиры Мы Выполнили функцию Городской власти Да Отдавать эти квартиры Людям Мы их построили За свой счет И отдали А кто Областная общественная организация Областная общественная организация Сейчас областная Ленина 102 В Там так много людей Которые живут И работают в коме Значит как бы Да В дальнейшем Эти люди Взяли и продали Эти квартиры Просто нужно еще понять Что самые участки земли Отводились безвозмездно То есть даром Да Нет Ну это отводились Знаете В 88 году Что там безвозмездно Сколько ветеранов На Ленина 102 въехал 30 30 ветеранов Да 30 Сейчас где-то 15 Многие продали квартиры свои Переехали в другие места Да Как-то пытаются устроиться По жизни Как-то пытаются устроиться По жизни Ну да Они понимают Что рыночная цена Того что мы построили Да Гораздо выше То есть один он продал Здесь на филе Купил И они поехали в полу Понимаете Елена Если бы Там например Прямые Как бы Там Бюджет бы помогал Как бы То было бы все четко И понятно Выделялось Столько-то денег А у нас же не работают Программы помощи ветеранов Нет отдельной очереди Подождите У нас ведь Все же это есть Давайте не будем Тень на плетень Навидать Никто не говорит Тогда Делайте это Давайте выделяйте Никто ничего не выделяет А говорят Что надо развивать Гражданское общество Я говорю Если есть контекст Развития гражданского общества У нас В помощи этим организациям Конечно все стоит Любая помощь стоит денег Нужно еще понять Одну вещь Бюджет городской Организация областная То есть например Областное имущество Никакое не выделяется Безвозмездно Жители города Кирова Областного имущества Ничего нет Ну правильно Ничего нет Ну что ж Давайте Спасибо Я услышал Особенно меня Затеяла Областная организация А бюджет городской На связи у нас Директор компании Новая пресса Блогер Николай Пехтин Здравствуйте Добрый день Николай Анатольевич Мы сегодня Довольно жарко Обсуждаем тему Вот с грядущей Ну потенциально Практически уже Отданными Да Тремя тысячами Квадратных метров Площадей Муниципальных Общественным организациям Сделаю акцент Чапаева 2 Уходит Областной организации Карла Липнихта 120 И Волкова 1 Уходит городской Городскому отделению Да да Которые представлены Баграмом Ну что ж Ваше мнение По этому поводу Государство инвалиды не получает Это не так Да я тоже знаю Да я тоже знаю Что не так А какие деньги получают От государства Инвалидская организация Есть повышенные пенсии Значит давайте мы говорим Об общественных организациях Чуть тень на плетение Мы говорим об общественных организациях А не конкретно инвалидах Безусловно мы пробили эти доплаты Безусловно они получают определенные Ну вот видите сегодня Иван Липинов Подождите Иван Липинов сегодня Ведет себя в эфире так Что не дает никому сказать А знаете Никому Он пришел в эфир И уже убежденный В своей правоте Нет Я конечно убежден В своей правоте Потому что я знаю Иван Борисович Подождите Давайте мы Николай Анатольевич Полтора часа слышал Николай Анатольевич Продолжайте пожалуйста Или инвалиды Николай Анатольевич Продолжайте пожалуйста То есть мне вот это Непонятно Это человек который написал Что через 15 лет Мы все это заберем собственность А почему собственно говоря Он не может это написать Если есть знания Такой вариант возможен И вы уже признались в эфире Вы уже признались в эфире Что была попытка Была попытка получить Мы когда говорили О внесении залога Так Николай Давайте все таки Николая Если можно, я продолжу. Но тем не менее, Иван в эфире сказал, что да, бизнес есть, бизнес ведется. И Трулла сказал, что да, в те времена было сложно, но сегодня бизнес устоявшийся. В общем, получают доходы. Эти доходы, соответственно, на основные цели ребята тратят. На какие это уже как бы их внутренние дела. Но на сегодня они предлагают, по сути, всем горожанам скинуться и им платить деньги. Если мы когда шли, шла речь о возвращении улицам названий, люди возмущались, что вот деньги такие-то, вот тратятся на переименование, лучше бы там двор сделать, то здесь разговор идет о миллионах рублей. И почему-то все молчат. Это уже миллионы будут рублей уходить из бюджета, то есть из нашего с вами кармана. Точнее, бюджет недополучать будет. Я объясню, да, то, о чем говорит Николай Анатольевич. Если бы эти помещения сдавать нормальным образом в аренду, бюджет получал бы за эти деньги. То есть вот о чем, да, фактически то, что мы недополучили, мы передаем. Вольно ли, невольно ли, решением депутатов мы передаем вот эти деньги из бюджета общероссийской общественной организации. Да, из всех пояснений Ивана я так и не понял. Они что, бедно живут, у них куда-то денег не хватает. Я вот знаете, если вы слушали передачу, вы сейчас с начала до конца слушали передачу? Ну так я ведь объяснил, почему мы хотим на 25 лет. Вы не поняли, что ли? Нет, я не понял. Вот я тоже не поняла. Ну не поняли, приходите на Красноармейскую 1А. Нет, я присоединяюсь. И никто из нас, простите, из присутствующих кто-то понял, почему на 25 лет? Антон Михайлович здесь присутствовал. Вы поняли, почему на 25 лет? Если вкратце, доступно объяснить. Я так понимаю, чтобы не продали эти помещения. Но вопрос заключается в том, что эти помещения, выставляясь на продажу, их никто не купил, потому что они никому не нужны. Почему не нужны? Да, полноте. Когда выставляли на Волково в приватизацию, ко мне приходили бизнесмены. Это был целый коллектив. Они сказали, мы заявлялись. И мы хотели бы. И гораздо дороже тех 9 миллионов, во что было оценено. Нас отшибли. Антон Михайлович правильно абсолютно сказал. Что вы начинаете разглагульствовать-то про Волково-то? А почему бы нам не... Да, Николай еще на связи, да. Да, извините, уж я Ивана перебью. Дело в том, что с моей точки зрения, я вижу сейчас ситуацию такую, что они там уже, вот Иваны, кто команда, все решили, что это помещения должны быть их. Что город обязан сказать о добрям съесть, и мы вам отдаем. Но с точки зрения горожанина, лучше эти помещения выставить на аукцион. Вот видите, как? Вот взять и выставить. Мы 15 лет вкладывали деньги, там сидит рабочий коллектив. И что вы вкладывали деньги, так вы ведь и получали. Вы не забываете? Ну, Лена, как это интересно, вы рассуждаете. Малый бизнес надо защищать, да. А нас можно просто взять и выкинуть, потому что так выгодно. Понимаете? Мы не за то, чтобы вас выкидывали. Нет, абсолютно. Мы не за то, чтобы вас выкидывали. Не-не-не, у вас тут очень... Не, безусловно, знаете, можно никого не поддерживать, да. Можно вообще закрыть школы, закрыть детские сады. Ой, вы знаете, вот это, парень, вы так разбодяживаете ситуацию. Мы предметно говорим о помещениях, не о школах, не о чем. Мы говорим о том, что есть. О том, что 15 лет, вы уже пользовались. Вы уже подняли бизнес, вы его построили. И вопрос, а почему сейчас не платить, пускай на льготных основаниях? Вам же пообъяснил Антон. Потому что есть государственная стратегия о том, чтобы безвозмездно передавать инвалидским организациям. Вы говорите о том, что... Безвозмездно инвалидским организациям передавать в том случае, если у них есть необходимость, есть нужда. Вы знаете, как бы, вот когда начинают облакорствовать именно на эту тему, понимаете, как бы, вообще, знаете, как можно обвязать? Есть нужда, а в чем определяется нужду? Вот сейчас... Так нет, так давайте, давайте. Собственно говоря, но зачем? Для того, чтобы доказать. Вот Лера Овчинникова два года назад написала статью о том, что афганцы на Красноармейской 1А строят ресторан, а никакой не музей. Вот 29-го числа мы получаем документы и идем, передаем этот музей в область. Мы потратили на строительство этого музея и революционного центра порядка 20 миллионов рублей. Правда, он построен на парковой территории и, правда, без одобрения большинства людей. Я вот как бы, давайте мы отдельную передачу сделаем там. И про ресторан я не писала, я удивлялась, откуда же такой музей-то на три этажа, собственно говоря. Мы все-таки уходим от темы немножечко. Да, мы все время уходим от темы. Мы сегодня пытаемся как бы вот уяснить. Николай Анатольевич и Контон Михайлович, у меня вопрос. Мы все время говорим о событии, которые происходят. А вы видите в этом событии какую-то иную подоплеку? Может быть, что-то стоит или кто-то стоит за этой организацией? Город у нас маленький, почему-то единороссы голосовали. Есть ли у вас мысль о том, что этот вопрос, собственно говоря, несколько более политический, чем мы его пытаемся представить? И он несколько более все-таки коммерческий, чем все помогающие? Ваше оценочное осуждение. Ваше оценочное осуждение по этому поводу, да. Мое оценочное осуждение, что здесь, скорее всего, коммерческие интересы, с моей точки зрения. Потому что я говорю, со стороны Ивана, вот в сегодняшнем эфире, не прозвучало никаких цифр, что у них нужда есть там и так далее. Это чисто коммерческий проект, забрать все помещения, которые будут в коммерческих целях эксплуатироваться. Как будут там, конечно, доходы идти, это никто не узнает, скорее всего. Я так вот оцениваю. Нет, подождите, вот Иван Борисович смеется, но я могу сказать, что потраченные идеи... Для меня словосочетание заработанные и потраченные деньги на уставную деятельность, если я поставлю равно, я напишу ноль, имея в виду свои собственные знания. Работа на уставную деятельность для меня это... Все, я ни о чем не услышала. Это просто слова. Мы бы хотели знать людей предметно, персонально, сколько, почему. Вы сказали, 30 человек заселилось в дом, и сразу же сделали оговорку, большинство из них продало эти квартиры. Как интересно, а они, видимо, из землянок переехали, а потом так разошлись и потом перепродали. Потрясающая штука. Человек, когда получает жилье, он в этом жилье живет. Он в этом жилье живет. Мне кажется, что мы их выгнали. Я, со своей стороны, замечу, что Иван еще несколько раз путался. То он столовая назвал, то кафе. Да-да-да, столовая, столовая. Я думаю, это не представляется. Мы же определились, я же в этом виновата. Я в этом виновата, я согласна, да. Я согласна с тем, что я... Нет, я сегодня подтверждение, что эта организация нуждается в помощи, я не услышал. Николай, спасибо вам. Николай, спасибо вам большое. Николай, спасибо вам большое. Вопрос 29-го, 29-го числа. Состоится заседание Городской Думы, куда будет вынесен, собственно говоря, этот вопрос. А, собственно, а давайте мы немножко прервемся. Ведь у нас, да? Да, нужно это сделать. По-моему, нас на эфире заслушались и как-то забыли нам показать. Давайте, перерыв. Что у нас, перерыв. Ну что ж, финал, да, стремительно приближается вопрос к Антону Михайловичу. Антон Михайлович, 29-го депутаты Городской Думы соберутся на очередное собрание для того, чтобы проголосовать. Я знаю, что будут выступления против передачи. Ваше обоснование, если вы будете выступать. Вы о чем, ну, наверняка обдумывали этот вопрос. И, может быть, есть какие-то консолидированные мысли по поводу того, что происходит, да? Что будет сказано? Почему? Мнение противников передачи. То есть общий вопрос к вам. Пока не будут сняты все вопросы, которые существуют. А какие вопросы? Ну, первое, как бы, что делает Баграм 345 по Карл Лемихсу 120? Куда используются те, там, фактические адаптации, которые идут из городского бюджета в виде, там, безвозмездной передачи имущества? Почему на 25 лет, условно говоря, не на 5, как это было там раньше? Вопросов рассматривать нельзя. То есть, там, его нужно просто, там, переносить и откладывать его, там, на другой период, как бы, тем более, там, срочности никакой нет. А, там, 15 лет общественная организация там находится, их на сегодняшний день никто оттуда не выгоняет, и ни у кого мыслей таких нет. Срочности это и нет, нужно снять все эти вопросы, и тогда спокойно, там, вынести этот вопрос и принять, там, абсолютно справедливое, адекватное решение. То есть, нужна доказательная база того, что действительно, чтобы депутаты могли совершенно четко, внятно понять, мы помогаем. Я сейчас говорю о том, что документов, документов, отчетов, проверок и так далее депутаты городской думы на руках не имеют, но при этом уже заранее часть их проголосовала за решение проблемы в эту сторону. Вы предоставляли документы, отчетов, вот, по... Знаете, Лена, вот, когда, вот, знаете, некомпетентность... Если вы еще расскажите, чтобы я к вам пришла и посмотрела, я... Нет, я вас это не зову, чтобы, знаете, есть, значит, определенная процедура, да, когда ты выносишь вопрос, ты должен пройти определенную процедуру. Представить документы, все документы мы подали. Антон Михайлович, почему вам не отдали вопросов? Я согласен с тем, что, может быть, как, я соглашусь с Антоном, что на самом деле подаются такие обезличенные документы, да, но я вам просто говорю, как бы, вот, в прошлый раз, когда приходила комиссия смотрела, вторая комиссия смотрела, да, ну, цифры, вот, вы говорите, а кто, сколько, что получил? Ну, приходите, я вам покажу, позвоните этим людям, спрашивайте, получили вы или не получили? Нет, вы... Подождите меня, у меня затейливый вопрос. Вы прекрасно знали, что это один из самых основных вопросов, который будет вам задан. И кроме общих врат, о том, что были проверки, о том, что вы помогали, достаточно для того, чтобы сегодня победить, как вы сказали, вот, нас, вот, ну, вот, нашу, да, оппозицию в нашем лице, вернее, да, вам хватило бы, действительно, двух-трех ярких примеров. Люди, которые были с нами... Давайте, давайте, я скажу вам два-три примера. Ну, только времени у нас совсем немного, и так, в спокойном рабочем режиме, если можно... Вот, хватило бы, хватило бы достаточно вот этих нескольких примеров для того, чтобы мы поняли, что это ведется. Ведется адресная помощь, ведется помощь инвалидам и ветеранам и так далее. Но все время, вот, я не услышала ни одного человека, ни одного человека я не увидела, кому вы пришли на помощь. Мы слышали, что-то вы увидели, я говорю, приходите к нам, вы увидите. Я приглашаю всех депутатов, я постоянно депутатам говорю, вы, понятно, вы принимаете решение. Вы, наверное, что-то путаете. Ну, я не знаю, что я путаю, это вы, наверное, что-то путаете. Нет, мы вас пригласили для того, чтобы от вас услышать, а услышали только то, что приходите к нам. Меня пригласили для того, чтобы обсудить тему. Антон Михайлович. Если бы вы, Лена, сказали, что я вас приглашаю для того, чтобы вы мне доказали, конечно, я принес бы вам доказательную базу. А мы вас зачем позвали для того, чтобы... Обсудить эту тему. Я, как бы, и сказать, что это надо. Чтобы принимать решение 29-го числа, конечно, нужно там все эти вопросы снимать. Я, знаете, как бы, вот, что вопросы снимать? Те депутаты, которые голосовали за, они были депутатами в прошлом созыве. Со всеми этими депутатами мы разговаривали, мы им показывали, была послана комиссия депутатская. Понимаете? Ну, вот вы говорите... Я задам вопрос. Депутатская комиссия единорадская была определена. Депутаты все же самые. Ну, Бекалюк, я не знаю, я не депутат. За старый созыв я, как бы, отвечать там не хочу и не буду, как бы. Вопрос заключается в другом. Ответственность на доказательной базе, как бы, куда тратятся деньги, лежит на той структуре, которая выносит этот вопрос. Выносит вопрос. Вы должны были это сделать. Чтобы снять все сегодняшние вопросы. Да мы же это все выносим. В антимонопольный комитет мы бы это принесли. Так антимонопольный комитет не голосует за вас. Ну, что вы нас водите все время, как дураков вокруг фонтана? Да чего это? Вот действительно, да. У нас заканчивается программа, все-таки, наверное, каждому из гостей нужно предоставить слово. Ну, Антон, у вас есть минута, договаривайте. Я считаю, что этот вопрос рассматривать пока нельзя. То есть этот вопрос нужно переносить, пока, как бы, не будут сняты все эти вопросы, которые вызывают очень и очень большие сомнения о целесообразности, по крайней, как минимум, к 25 годам. Экономическая и временная. То есть две позиции, да, экономически целесообразно ли задал вопрос Валерий Николаевич Турула. И срок 25 лет. Фактически и Николай Пехтин, и Антон Михайлович Русских, в общем-то, задаются вопросом. Есть два серьезные вопроса. И, Иван Борисович, если бы действительно вы пришли с готовностью рассказать о том, что делается, а не посвящали нас в мнение, желание и рекомендации Владимира Владимировича Путина, не перечисляли статьи, а был бы человеческий разговор, наверное, сам бы этот вопрос, который мы сегодня обсуждаем, он бы вообще не существовал и даже не поднимался изначально. То есть, видимо, недостаточное количество информации вызывает подобные споры. Можно сказать, да? Да, только вкратце. Я, знаете, скажу, вот некомпетентность людей, да, которые начинают... Спасибо. Спасибо, мы вас услышали. И самое удивительное, что вы не хотите быть компетентными в этом вопросе. Я думаю, что стоит нам в следующий раз еще поговорить. Нам очень сложно быть компетентными, если мы не имеем и не видим перед собой документы. Но вы не просили этих документов. Если бы вы просили этих документов, я принес, и у нас бы разговора с вами не было никакого. Действительно. И, видимо, это не только я. Ну что ж, вопрос уперся в нашу некомпетентность, поэтому так-то все здорово, но все, кто против, они просто некомпетентны. Завершаем нашу беседу. Вы признаемся в своей некомпетентности, расписываемся. Спасибо вам. Спасибо, Антону Михайловичу. Всего доброго. Заканчивается у нас наша сегодняшняя встреча. И мы ненадолго уйдем. До среды погуляем. До среды. Время пролетит очень быстро. До свидания. До свидания.